Насаад Кейджи представляет Устаз Абдищу Куражи Норматов История британского имама Когда я езжу в другие города, я часто рассказываю людям этот хадис. Хадис этот очень красивый. Я даю вам сегодня домашнее задание. Выучить этот хадис наизусть. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «У веры есть более 70 ветвей». Представь себе, что вера – это большое дерево, у которого есть 70 веток. Самое высокое из них – это слова шахады. Убирайте помехи с дороги людей, например, такие как камень, бутылка и так далее. И тому, кто уберет любое препятствие с дороги, его поступок будет равносилен тому, будто он сделал милостыню. Машаллах, посмотрите на нашу религию. Какая же она безупречная. Еще одним из ветвей веры является скромность. Скромность – это признак веры. Без первой нет места второй. Отсюда следует, что верующий обладает скромностью, а скромный обладает верой. И также у неверующего нет скромности, а у нескромного человека нет веры. А что является самой высокой степенью веры? Это произнесение шахады. Давайте сейчас все вместе произнесем шахаду. Что является самой низкой степенью нашей веры? Это устранение препятствий на дороге. Представьте себе, если мусульманин поел банан и бросил его к кожуру на дорогу. Разве это подобает мусульманину? Нет. А если он плюется или харькается в лифте, разве это ему к лицу? Нет, это тоже не к лицу мусульманина. А если мусульманин во время джума-намаза приносит в мечеть коробку, а потом оставляет ее там, это тоже его не украшает, как мусульманина, так как он не должен причинять другим неудобства. И вести себя так, чтобы вызывать восхищение в глазах других, когда они видят нас. Посланник Аллаха говорил, в этом мире я люблю три вещи. Первое – это приятный запах. Когда мусульманин заходит в маршрутку или автобус, от него должен исходить приятный запах. К примеру, человек должен приятно пахнуть в общественной среде, а также всегда должен быть опрятно одет. Хорошо одетым не значит, что он должен быть модным и одевать только новые вещи. Я имею в виду, что его одежда всегда должна быть чистой и опрятной. В общем, мусульмане всегда и везде должны выглядеть хорошо и красиво, чтобы люди восхищались, глядя на них. Вот о чем говорил наш пророк. Мне нравится приятный запах. Скажите, кому из вас нравится ощущать неприятный запах возле себя? Вы также радуетесь, когда видите 100-долларовую бумажку или, например, тысячу рублей. А знаете ли вы, чему радовался наш посланник? Он радовался, когда вставал на намаз. Самую большую радость он испытывал, когда он становился на намаз. Но, увы, среди нас есть много фальшивых мусульман. Те, кто таковыми являются сейчас, догадываются, о ком я говорю. Да-да, есть много фальшивых мусульман. Например, некоторые джумабеки, которые приходят в мечеть только по пятницам и совершают только джума-намаз. А до остальных 34-х намазов им и дела нет. Есть у нас еще айт-беки. Это такие, кто совершают только айт-намаз два раза в год. А разве другие намазы для них не входят в обязанность? Между прочим, айт-намаз не является обязательным. Вместо этого они оставляют обязательные намазы и совершают необязательный. Уважаемые братья и сестры, давайте будем искренними мусульманами. Я сейчас расскажу вам одну притчу, историю. Здесь есть кто работает водителем? Поднимите руки. В общем, в Британии был водитель маршрутки. Он был не мусульманином. Но у него была мысль однажды принять ислам. На конечной остановке его маршрута находилась мечеть. Однажды в его автобус зашел имам этой самой мечети. Этот имам славился своим красноречием. Он всегда на своих проповедях приводил интересные рассказы и истории. Так вот, когда этот имам зашел в автобус и дал оплату, водитель дал ему сдачу на 20 центов больше. Имам заметил это, и сев в автобус, стал думать, что ему делать с этими 20 центами. Вернуть их или лучше оставить себе? Он всю дорогу размышлял над этим, говоря себе, «Что с того, если я оставлю эти 20 центов себе? Ведь государство от этого не обеднеет. Ну а даже если верну их, то страна от этого тоже не станет богаче». И так всю дорогу шайтан искушал имама, говоря ему, «Лучше оставь себе, это всего лишь 20 центов». Когда они стали подъезжать к мечети, имам все еще не хотел отдавать. Но в самый последний момент он подумал, «Что я делаю? Я же все-таки имам мечети. Я обязан быть примером для других». «Потому лучше я верну эти 20 центов обратно». Выходя из автобуса, он подошел к водителю и сказал ему, «Прихожу на ваши пятничные проповеди уже в течение двух-трех месяцев, и в эту пятницу я уже думал прийти в вашу мечеть и принять ислам. Но перед тем, как это сделать, я хотел убедиться, действительно ли ислам и мусульмане являются такими порядочными, каковыми они себя показывают. И сегодня я специально положил сдачу больше, чтобы проверить вас. Сейчас я убедился в том, что религия, которой вы призываете, действительно правдивая, и я хочу принять ее». После этого он взял руку имама и произнес шахаду. После этих слов имам так растерялся, что не смог ничего ему ответить. Он чуть не расплакался перед ним от собственного стыда. Он поспешил покинуть автобус, и когда вошел в свою мечеть, задал себе вопрос, «Как я мог? Как я мог? Я чуть было не продал свою религию за 20 центов». Вот так, уважаемые братья и сестры-мусульмане. Так что мы всегда и везде должны быть примером для других и не позорить нашу религию. Если вы даже поможете бабушке перейти дорогу или помочь ей нести тяжелую сумку, она уже скажет, «О, Машаллах, какой ты молодец, сынок. Нам следует быть человечными и показывать себя другим с лучшей стороны». Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Те, кто не уважает старших и плохо относится к младшим, они не являются людьми моей уммы». Субтитры создавал DimaTorzok